Мер по предупреждению и ликвидации пожаров, предпринимаемых в Пензенской области, недостаточно. Об этом заявил глава региона Василий Бочкарев на очередном совещании в режиме видеоконференции с главами районов и муниципалитетов. В некоторых частях области нормально не организовано даже патрулирование территории представителями силовых структур и местных администраций. Куда бы я ни поехал, в Лунино, ну там где пожар приключился, туда собрались. Но ведь ни на одной дороге, ни милиционера, ни сельской администрации, никаких старост, про каких-то старост говорили, значит никаких старост нету, никаких дружин нету, никаких людей с повязками нет. Тушение уже существующих на территории области пожаров ведется слишком медленно и причина этого, по словам губернатора, в том числе в плохой организации работы. Самое страшное, что МЧС не управляет и не руководит этой работой. Задачи не ставит, работу не спрашивает, ответственность никто никакой не несет. Спрашивается, ну что вы там сидите целыми днями в этом лесу? Зачем? Василий Бочкарев потребовал от глав администрации городов и районов области вести более активную профилактическую работу с населением, обеспечить жителей области необходимыми средствами тушения и, если понадобится, привлекать их к ликвидации возгораний. В связи с последним губернатор поднял вопрос об обеспечении населенных пунктов Пензенской области водой. Глава региона подчеркнул, что нужно привлекать жителей к решению этой проблемы, в частности, путем создания кооперативов и обеспечения их всем необходимым для организации бесперебойного водоснабжения. На совещании был также затронут вопрос о предстоящей в этом году переписи населения. Василий Бочкарев выразил обеспокоенность с состоянием адресного хозяйства в некоторых населенных пунктах. Как правило, нет вывески, как называется это село. Это первое. Второе. Нет названий улиц. Третье. Нет табличек на домах. Прошу глав сельских администраций заняться этой работой. Губернатор потребовал от глав администрации района в ближайшее время решить все поставленные задачи. Анна Сазонова, Олег Хабибуллин, телерадиокомпания «Заречный».